Продолжение следует... Продолжение следует... Смотрите, у нас есть такие точки, вот смотрите, одна точка, раз, вторая точка, два, дальше, есть еще одна точка, три, и есть точка еще четыре. Давайте мы эти точки обозначим. Обозначим и обозначим так. Это будет точка один, проекция один. Это будет точка два, проекция один. Точка три, проекция один. И точка четыре, проекция один. Теперь давайте подумаем, помогут ли нам эти точки, или можем ли мы эти точки найти на, соответственно, фронтальной плоскости проекции. Сначала давайте рассмотрим вот здесь, вот этот отрезок А1В1, А1С1. Значит, он пересекается двумя этими прямыми в точках один и точках четыре. Теперь давайте подумаем, где будет точка у нас проекция один, проекция два. Она должна лежать на линии связи, это раз. И она же должна лежать на чем? На... Да? Поэтому проводим линию связи раз. И проводим, подписываем вот здесь, что это у нас точка. Ну, я так ее скопирую, перенесу и переименую. Это будет точка один, а проекция вторая. Так, теперь давайте подумаем, точка четыре. Она тоже определяет АС. Проведу линиевые связи из точки четыре до пересечения с П. Провел. И вот здесь могу обозначить точку. Эта точка будет четыре. Четыре. Ну, проекция два. Значит, исправлю. Это будет четыре, проекция два. Так, теперь давайте подумаем. Значит, наша прямая АС проходит через что? Через один и четыре, да? У нас один, два, четыре, два есть. То мы эту прямую можем провести. Да, можем провести. Давайте мы ее проведем. Так. И дальше. Извест проведем так. И продолжение мы сделаем, чтобы оно было. Но если оно так не хочет, то мы его растянем. Растянули. Теперь давайте подумаем. А можем ли мы, видимо, маловато, еще чуть-чуть растянем. Вот так. А можем ли мы теперь однозначно сказать, где будут находиться точки А, С, которые тоже принадлежат этой прямой. Мы вот АС построили, да? Она проходит через точку 1,4. Через 1,4. Вот она проходит. Но на этой же прямой еще лежат точки А и С. Давайте мы их тоже найдем. А найдем как? По линиям связи до пересечения. Значит, вот она у нас одна точка. Нашлась. И проведем линию связи здесь. До пересечения. Точка вторая нашлась. Подпишем эти точки. Мы можем гарантированно утверждать, что это будет у нас, что С, проекция вторая. То есть, одна у нас уже есть. Так. И вот здесь это будет у нас А, проекция вторая. Исправлю. Так. И теперь давайте уже отобразим одну сторону треугольника, которую мы искали. Вот она. Есть. Так. Теперь продолжим. Дальше. Одна треугольная сторона треугольника есть. А, С. Теперь еще нам бы найти точку В. Точку В. Значит, мы знаем, что в точке 3 у нас пересекает вот прямая П, и сторона В, С пересекает в точке 3. Значит, давайте мы найдем положение точки 3. Она лежит на П. Проводим до пересечения. Вот в этом месте строим точку, которая будет у нас называться 3. Вот она 3, но проекция 2. Так, мы ее сюда поставим. 3, проекция 2. А теперь будем думать, что у нас есть точка С, есть. У нас есть точка 3. И отрезок С, В проходит через С и точку 3. Значит, мы этот отрезок можем изобразить. Отсюда, до этой точки. И далее. Ну, если так нет, то мы его растянем. Вот мы его построили. А теперь давайте будем думать, где будет точка В. Точка В лежит у нас вот на этом отрезке, что мы построили. Значит, нам осталось что сделать? Построить линию связи до пересечения. В месте пересечения найти положение точки В. Вот эта точка. Теперь ее копируем. Переносим вот сюда. Вот она будет тут. И изменим ее название на В2. Теперь осталось построить тот треугольник, который нам необходим. У нас есть точка А. Теперь есть точка В. Вот эта точка. И у нас есть точка С. Фронтальная проекция треугольника, принадлежащего плоскости, заданной параллельными прямыми L и B, построена, задача решена.